Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 76-й беседе на Евангелии от Иоанна говорит нам, как нужно презирать настоящие блага. Христос любит нас не для своей пользы, потому что ни в чем не нуждается, а мы будем любить, хотя и из-за своей выгоды. Он возлюбил врагов, а мы станем любить, хотя и друга. Но мы поступаем напротив, мы ежедневно хулим Бога хищением и любостяжанием. Этот недуг объял всю вселенную, обладает душами всех и поистине велика сила Мамоны. Мы искуплены Христом, а служим золоту. Проповедуем владычество одного, а покоряемся другому. И чтобы он не приказал Мамона, исполняем и с усердием, и забываем для этого все и родство, и дружбу, и природу, и законы, и все. Никто не обращает взоров на небо, никто не помышляет о будущем. Но настанет время, когда не будет пользы и от этих слов. Во гробе, говорит Писание, кто будет славить тебя? Псалом 6, 6 стих. Вожделенно золото, оно доставляет нам много наслаждений и придает почет нам. Но не столько, сколько небо. Богача многие и отвращаются, и ненавидят. А человека добродетельно уважают и почитают. Но над бедным, скажешь ты, смеются, хотя бы он был и добродетелем. Смеются, но не люди, а бессловесные. Почему и не нужно обращать на то внимание? Ведь если бы мычали ослы и кричали вороны, а все люди мудрые хвалили бы, мы, конечно, не пренебрели бы мнением последних и не стали бы обращать внимание на крики бессловесных. А те, которые высоко ценят предметы настоящие, подобны воронам и хуже ослов. Если бы тебя хвалил царь земной, ты, верно, нисколько не заботился бы о мнении толпы. Хотя бы и все смеялись над тобою. Уже ли же, когда тебе хвалит владыка всех, ты будешь искать еще и похвалы от жуков и комаров? А таковы действительно эти люди в сравнении с Богом. И даже не таковы, а и хуже. Доколе же мы будем присмыкаться в грязи? Доколе будем поставлять для себя судьями беспечных, ленивцев и чревоугодников? Они могут хорошо оценивать игроков в кости, пьяниц, живущих для чрева, а добродетели и порока они не могут вообразить себя и во сне. Если бы ты кто стал смеяться над тобою, потому что не знаешь, как провести каналы для стока воды, ты без сомнения не оскорблялся бы, а напротив даже посмеялся бы над ухоряющими тебя в таком незнании. Зачем же, желая подвязаться в добродетели, поставляешь для себя судьями людей, которые совсем не знают ее? Потому-то мы никогда и не успеваем в этом искусстве. Мы веряем в свое дело не людям опытным, а невеждам. А они судят не так, как требует искусство, а по собственному невежеству. Посему, умоляю вас, будем презирать мнение толпы. Особенно же не станем желать ни имения, ни богатства и не будем считать бедность, за какое это зло. Бедность научает нас и мудрости, и терпению, и всякому любомудрию. Ведь Лазарь жил в бедности, однако же был увенчан. И Яков желал иметь только хлеба, и Иосиф находился в крайней бедности и был не только рабом, но и узником. И однако же, поэтому мы еще больше удивляемся ему. Мы не столько восхваляем его в том случае, когда он раздавал пшеницу, сколько в том, когда находился в темнице. Не столько тогда, когда имел царский венец, сколько тогда, когда был в оковах. Не тогда, когда восседал на троне, а когда подвергался козням и был продан. И так представляя себе все это, и помышляя о венцах, сплетавшихся этими подвигами, будем удивляться ни богатству и почестям, ни удовольствиями владычеству, а бедности, а ковам, узам, терпением ради добродетели. Конец первых исполнил смятение и беспокойство, и обладание ими соединено с настоящей только жизнью. А плод последних неба и небесные блага, которых не видел глаз, не слышал о ухо, и которых да сподобимся всеми по благодати и человеку Господа нашего Иисуса Христа, которому слава ныне и присна и во веки веков. Аминь.